Профильный класс МЧС 4-й Покачевской школы получил статус окружной инновационной площадки. В расписании учеников, кроме военно-строевой подготовки, появились новые предметы, такие как декоративно-прикладное творчество и альпинизм. Для этого на грантовые средства учреждение закупило новое оборудование. По мнению педагога, в дальнейшем это поможет раскрыть творческий потенциал детей. Сюжет Жанна Кузьминой. И он начинает нам чертить область, где он будет непосредственно резать. Несколько минут и деревянная дощечка превращается в висково на лазерном станке. Можно также вырезать на пластике, металле, а еще моделировать полноценные объемные предметы, объясняет затихшие ребятни учитель. Главное задать правильные параметры программе. Работа на высокотехнологичном станке идет параллельно с изучением компьютера. А это значит, что уроки информатики эти ученики пропускать точно не будут. Поднимаем. Это прям под пакибол подойдет. Научатся проектировать, мыслить творчески. Проектировать они будут в специализированных программах, векторные рисунки создавать. Если, соответственно, у них будет сильно развитая фантазия, они уже могут моделировать 3D-модели, то есть объемная. Очень большой потенциал компьютерной грамотности, потому что на самом деле очень сложные, практически профессиональные программы они будут изучать, в которых будут строить пакеты эти. И это не единственный факультатив, который изучают ученики профильного класса 4-й Покачевской школы. С этого полугодия юные спасатели начнут покорять горы, причем в буквальном смысле. Подобие скалодрома установят в спортивном зале, альпинистское снаряжение уже испытывают добровольцы. Здравия желаем! Программа, которую разработали для юных спасателей, обеспечила классу статус инновационной площадки в округе, которая автоматически дает право на дополнительное образование. Кроме привычных дисциплин и обязательных для такого профиля военной, стрельбы подготовки, занятий по физкультуре, в расписание ввели еще пару факультативов. Полагающиеся для этого оборудования купили на средства гранта. Их хватило на станок для лазерной резки, на альпинистское снаряжение и даже на дымоизолятор для тренировок по пожарной безопасности. Для детей это, конечно же, дополнительные занятия, которые они не могут получить вне стен школы. То есть те дополнительные занятия, физическая подготовка, строевая, огневая подготовка, они получают все это в стенах школы и не требуется никаких дополнительных каких-то секций и кружков. Школьная практика показала, что профильное обучение востребовано, а все желающие поступить в класс МЧС прошли специальный отбор. Кроме учебы, внимание обращали и на здоровье будущих кадетов. В результате из более чем 40 учеников выбрали только 25. Здесь намного интереснее, чем в обычном классе. На данный момент тоже занимаюсь спортом и наоборот для меня будет лучше. То есть нагрузка это и то, что мы здесь изучаем. Класс МЧС в Покачах открыли полгода назад, поэтому о серьезных результатах говорить пока рано. Педагоги не сомневаются, что им будет о чем рассказать. Тем более, что пример этих кадетов будет рекомендован к тиражированию в других учебных заведениях округа. Жанна Кузьмина, Дмитрий Евдокимов, Вести Югория, Покачи.